Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня я продолжаю проходить Корсары, город потерянных кораблей. В прошлой серии я захватил летучий голландец, сделал его своим основным кораблем. Также вне серии я максимально его улучшил. Теперь у него какие-то такие характеристики, очень много, кстати, скорости, маневренности, корпус на 9000. Но при этом всем, знаете, вот эти вот улучшения корабля, когда там плаваешь очень-очень много времени, собираешь ресурсы на улучшение корабля и просто очень много проводишь времени в море, это, наверное, один из худших элементов в игре. Не знаю, очень утомительный, очень долгий. Я вчера на улучшение этого голландца потратил где-то 2 часа реального времени. И при этом подразорил, на самом деле, меня тот голландец. В итоге у меня всего лишь осталось полтора ляма из пяти лямов, которые у меня раньше были. Ну да ладно, я и не думаю, что сейчас так важно. Что сейчас важно, так-то то, что пришло время для чуть бы, наверное, не основного квеста этих Корсаров, а именно для города потерянных Кораблей. Да, мы давненько знаем, где он примерно находится. У нас также есть некий ключ, который нам должен помочь на этом острове. А, вот он этот квест, убить всех нищих. Если верить умозаключениям Оливера Траста, то остров находится на северо-западе, а севернее мыса Каточи и западней Гаваны. Ни о чём мне это не говорит, я не знаю, где находится мыс Каточи, но в любом случае сейчас поплывём, будем искать. Западней Гаваны. То есть западней Гаваны где-то вот здесь вот. Мыс Каточи, наверное, это вот эта вот точка, либо вот эта вот. И по идее остров находится тогда либо вот здесь вот, либо вот здесь вот. А мы сейчас... Слушайте, а где сейчас вообще нахожусь? Открытое море. А, это Куба, это Куба, всё верно. Да, и плыть, в принципе, нам так-то уж много получается отсюда. Что ж, вперёд. О, во, во, голландцы, испанцы. Поплывете со мной на остров? Давайте. Удачи. А, западней Гаваны. Вот она, Гавана. Кстати, я ни разу в Гаване не был. Не знаю, почему. Наверное, потому что это испанская, во-первых, колония, а во-вторых, она как-то в жопе мира находится. Вот она, Гавана. Есть ли смысл нам туда заплывать? Паравиант у меня есть. Что у меня, кстати, паром? По-моему, я готов как раз-таки корабль на дальнюю экспедицию. Я закупился паравиантом. Да, я закупился Рома. У меня полностью экипирован корабль. Оружие у меня есть. Всё, в принципе, у меня есть. Маяк Гаваны. Пиратишки, идите-ка лесом. Всё ещё не понимаю этих пиратов, которые там нападают на шлюпах, на... Даже не на галёных, на галёных рядках. Вот эти вот корабли мелкие, это обычно там шлюпы и... корабли того же типа. Мыскоточ. Понять бы, где этот мыскоточ теперь только. Говорят, чтобы найти этот остров, надо выходить в море. Типа, ты выходишь в море, если начинается шторм... Да, шторм начинается. Тут появляется возможность доплыть, да. Север города потерянных кораблей. И юг города потерянных кораблей. Блин, шторм, фигащий. Погодите-ка, я хочу посмотреть, как он вообще выглядит. Сдалека. Ой, у меня пожар напал. На черта не видел. Блин, то, что, конечно, тут шторм, это не очень хорошо. Обычно из-за шторма игра частенько вылетает. Давайте-ка я, наверное, сохранюсь и перезапущу запись, потому что часть записи теряется. Начинается такая фигня. Куда бы нам доплыть, до севера или до юга? Давайте до юга, юг ближе. Как он выглядит? А-а-а. Там кораблики просто стоят. Прикольно. Город потерянных кораблей. Даже картинки сделали. Поленились. Бля, здесь реально шторм. Вы отдали предмет, интересно, какой. Из города и еще никто не выбирался. Из города никто еще не выбирался? Джорд Стоукс. Новые лица. Это радует. А то кроме этих ужасных штормов и развлечений-то никаких нет. Меня зовут Джорд Стоукс. Я счастлив первым приветствовать тебя в городе. Спасибо за теплый прием. Хотя мое прибытие оказалось несколько подвоченным. Меня зовут капитан Петерблат. И я капитан голландца. Капитан? Похоже, вы единственные выжившие в этом штабре. Мне очень жаль. Мне тоже. Что за место это жуще? Что значит единственные выжившие? Здрасте. Это город потерянных кораблей. А не остров справедливости? Нет. Хотя, знаете, говорят, что бытовало одновременно такое название. Не те времена. Я уже... Что? Но те времена я уже не застал. Понятно. Ну что же, считаю своим долгом, так сказать, просветить вас относительно нашего города. С удовольствием и благодарностью выслушаю все, что вы скажете. Блин, надеюсь, что Джереми Питт на самом деле выжил. Меня совсем не устраивает потеря офицеров. Первое, что вам нужно сделать по прибытию сюда, это получить гражданство города. Для этого вам нужно явиться к адмиралду города. Чаду Каппору. Чаду Каппору? Да имя, мне кажется, знакомым. Вспоминать будете потом. Сначала дослушайте. Так вот, Чад Каппор глава города. Должность это выборная. Так что он пришел к власти, так сказать, демократическим путем. Его обязанности в ход следить за исполнением закона. Собирать налоги? Какие налоги? Здесь нет налогов. Никто ничего ему не платит. За исключением первичного взноса. Нет налогов? Вот это да! А эти вправду острова справедливости. Ну, может и так. Продолжим. Адмиралу на регистрацию нужно явиться как можно быстрее. Сейчас шторм. Поэтому народу на палубах маловато. Но как только он закончится, Каппер сам вас найдет в любом случае. Я советую не тянуть регистрации. Хорошо, я понял. Когда, по вашему мнению, закончится этот шторм? Завтра к вечеру точно все уладится. Шторм уже пошел на убыль. Ясно. Что еще мне нужно знать? Адмирал расскажет вам о законах, по которым мы все живем более подробно. Но я могу в двух словах описать его постулаты. Очень интересно. А, значит, запрещено убивать граждан. Да ладно. Воровать у них? Разбирать корабли для постройки чего-либо, чтобы уплыть отсюда. Стоп. Это значит, что я не смогу отсюда свалить? Конечно, нет. Это запрещено законом. Вы знаете, я бы не хотел влюбляться в эти темы. Это не мое дело. Идите к адмиралу. Он вам все расскажет. Где он находится? На варшипе Сан-Августин. Отсюда довольно далеко. К варшипу идет мост. Извините, но точнее объяснить я не могу. Так как вы не знаете ориентиров. Ищите Сан-Августин. Понятно. Послушайте, вы не знали человека по имени Тизер Дэн? Нет, это имя мне не знакомо. Ага, ясно. Ну что ж, спасибо вам за информацию. Не за что. Я всегда к вашим услугам, сэр. Погодите, я чуть не забыл жизненно важную информацию. Очень приятно это слышать. Ни за что не захотите внутрь парка Сан-Габриэль и Галеона Веласка. Галеон Веласка это корабль, на котором мы сейчас стоим. Почему? Вас убьют. Эти корабли принадлежат к кланам Нарвал и Каспер. Войне можно ходить, но спускаться вниз нельзя. Хм, ну что ж, понятно. Буду иметь ввиду. Спасибо еще раз за тяплый прием. Так, а теперь, внимание. Где мой, во-первых, голландец? В этом шторме, говорит, выжили только вы. Где моя команда? Серьезно? Я теряю, типа, все, что у меня есть? Ну что же. По шторму найти резиденцию встретиться с местной главой адмиралом Чадом Каппером. Если этого не сделать, то по окончанию шторма он сам найдет меня. Что? Серьезно? Я реально теряю и корабль, и все остальное? Меня это не очень устраивает. Как же Джереми Питт, мой любимчик вообще за все прохождение. Как же полный сундук добра, который у меня есть на корабле. Так, давайте-ка я сделаю, наверное, за сохранение. Вот так, на всякий. И подумаем, что вообще с этим делать. Выглядит прикольно, конечно. Окей. На самом деле, все очень плохо, потому что ты реально, когда сюда приплываешь, оказывается, теряешь и корабль, и деньги, и офицеров, и все-все. И все, поэтому надо от всего избавляться до того, как плыть сюда. Хорошо. Это, в принципе... У меня есть сохранение, очень удачное сохранение перед этим городом, потерянных кораблей, перед тем, как я сюда приплыл. Теперь, по крайней мере, знаю, где он находится. И я думаю, сейчас мы как раз-таки займемся тем, что подумаем, как можно разложить все свои вещи, куда их можно спрятать, и так далее. Итак, избавился я от всего ценного, что жалко потерять, что я не хочу терять, от всех офицеров, которых я также не хотел потерять. Офицеров посадил на корабли, в качестве капитанов, оставил в портовых управлениях. Голландца также я оставил в одном из портовых управлений, а вот все свои вещи я положил в сундук на пушечной палубе. Есть такой способ, и говорят, если, типа, присаживаться с обычного корабля на Тартану, то, типа, они не пропадают вещи оттуда, и... Ну, не буду спойлерить, в общем-то, потом, по идее, я должен их заполучить обратно. Ну, будем надеяться, что этот способ действительно работает, потому что там много вещей, которые жалко потерять, и которые я не хотел бы терять ни при каких обстоятельствах. Например, тот же... Ту же маску мышиного короля, или... Ой, крысиного короля, которая... Благодаря которой, собственно, на корабле крысы больше ничего не уничтожают, вообще не проявляют никакой активности. Ну, ладно. Вот так теперь у нас выглядит Петроблат, у него нету ни офицеров, ни денег, деньги я, естественно, оставил у ростовщиков, а не предметов, я взял только самое-самое такое, дешевую подзорную трубу и кинжал, так, на случай, если придется обороняться. Карта сокровища выкинуть я не могу, лекарства от мигрени, но это все я тоже выкинуть не могу, это мне вообще, по-моему, уже не надо, журнал Ричарда Соукинса. Но это квасовые предметы, они из инвентаря никак не убираются. И вон он мой корабль, на котором, на самом деле, я планирую плыть на остров невезения. Или на город проклятых кораблей. Как-то так теперь их буду называть. Да ладно, вот такой вот у меня теперь миленький кораблик. Тартана, да. Ну-ка, дайте, кстати, опроверь, я могу. А вот я не могу, кстати, уйти... Не уйти, говорю. Зайти в каюту, здесь, видимо, нету каюты, на дарта не вообще демонит никакого сундука, а в который можно было бы что-то положить, именно поэтому на ней как раз-таки... Если присаживаешься на нее, вещи не пропадают. Но да ладно. Какой корабль! Я даже хочу погулять по палубе. А с чем мне интересны вот эти три бочки? Это что-то, типа, бочки с провиатом? Ну, если так посмотреть, там, типа, бочки с монетками, ну, да ладно. По-моему, идеальное судно для покорения морей. И еще на этом корабле как-то вмещается 16 человек. У меня такой вопрос, конечно, как их вообще можно было вместить на таком кораблике. Но да ладно. Прекрасный корабль. А, и... Самое время, наверное, отправиться на нем в... Ох, кстати, по-моему, не так быстро плаваем. В город потерянных кораблей. Вспомни бы, где он, на самом деле, был. Где-то вот здесь вот. Ну, там где-то сейчас центр экрана. За мной там кто-то увязался. Но надеюсь, они отвяжутся. Да, они отвязываются. Да у меня нет таких денег, ребята, вообще о чем. Вот здесь, по-моему. Да, шторм. Я могу доплыть? Да, я мог доплыть до севера города потерянных кораблей. Воу-воу. У меня, кстати, чуть не распегачило. Надо скорее причаливать. Тартаны не так выше корабля. А вот дали предмет. А вот какой предмет? Дай, когда сюда заплываю. Интересно. Ну, я вроде бы пока ничего не потерял. Деньги, деньги мои на месте. Тартаны. Это все тоже. Кстати, я зря, наверное, кинжал взял. Легкое оружие все. 60 с прокачки. Да ладно. Говорят то, что вот из-за этой буря может вылетать. Типа игра. Но это буря более, по-моему, стабильная. Нежели когда вы высаживаетесь на обычных островах. Забудьте о прошлой жизни. Тут вы начнете ее с нуля. Да, да, да. Но мы это все проходили. Давай-ка я пропущу этот диалог. Ага, новая запись в новом журнале. Ну что же. Вот я и попал на остров справедливости, который так долго искал. На самом деле он называется городом потерянных кораблей. Это верно. А, это верно по сути. И потерял здесь свои корабли и своих людей. Да не врать. Ты потерял свою Тартану и потерял 16 человек экипажа. Это все, что ты потерял. Как только я вылез на один из кораблей, мне сразу же встретился местный житель по имени Джордж Стоукс. Он немного вел меня в курс дела. Сейчас мне необходимо до конца шторма найти резиденцию и встретиться с местным главой, адмиралом Чадом Каптером. Если этого не сделать, по окончанию шторма он сам меня найдет. Бывает. Давайте я еще раз сохранюсь. Давайте сделаем контрольное сохранение, на случай, если я накосячу на этом городе. Гален Воласка. Это, кстати, тот корабль, который, типа, мне не рекомендуют заходить вовнутрь. Типа, там меня убьют. Оу-оу-оу-оу. Это, по-моему, зря сделал. Я могу назад вернуться? Нет, я не могу назад вернуться. Блин, зачем я это сделал? Ладно, давайте-ка я вернусь на палубу. Не хочу я плавать пока. Чем-то плохая, мне кажется, эта идея. Будем знать, что это может спускаться в поле. Он сказал не заходить в Гален Воласка и в какой-то еще корабль. Какой еще он корабль говорил? Ну ладно, я думаю, если мы туда зайдем, мы поймем то, что это как раз таки тот самый корабль. Как-то, конечно, город построят. Каравелла Флерон. Таверна. Тут хотя бы все смоделировано, на самом деле, классно. Я-то думал, что сейчас зайду, тут будет обычная таверна, знаете, как в обычных поселениях. А здесь смотрите, как это. А что вы, месье капитан, как у вас дела? Армоделин. Да-да, я вас знаю. Да что ж погубил ваш корабль? Что ж, такова ваша судьба. Теперь она объединена с нашей. Вы все заключены на этом острове. Да, уж успел заметить. Ну что ж, давай знакомиться. Меня зовут Армоделин, а вас? Мое имя Питер Блад. Нет, я капитан. Хе, бывший капитан. Так вы, капитан того корабля, что сданул? Представляю, как вас мучает совесть за гибель своих людей. Не капельки. Ох, мне очень жаль, простите. Да без проблем, собственно. Я буду называть вас месье капитан. Вы не против? Не против, Армоделин. Называй как хочешь. И так, новая локация, новые проблемы. На самом деле, мне писали то, что когда я доплоу до этого острова, у меня есть будет игра вылетать. То, что игра вылетает из-за дождя. Давали даже инструкцию, ссылочка на инструкцию, как его выключить. Там, правда, инструкция для более новой версии игры, для других Корсаров. Но файлы, в принципе, те же я их заменил. Но, как видите, ничего не изменилось. Дождь по-прежнему идёт. Звуки тоже на месте. Там должны были быть звуки, отключаться. И весь прикол, знаете, в чём? В том, что здесь игра вылетает не из-за дождя. Ну, возможно, из-за дождя. Ну, неважно. Могу здесь стоять, могу ходить и гулять сколько угодно. Игра от этого не вылетит. Что бы я тут не пытался сделать. А вот если я пойду не на этот корабль. Вот на этом корабле сейчас нормально. Если я пойду туда дальше, вот на тот корабль. И даже ступлю на этот мостик. Иногда на мостике она вылетает. Иногда на корабле. Игра вылетит 100%. Я не знаю, с чем это связано. Я раз 10 попробовал это сделать. Игра вылетала. Я думал, что игра вылетает реально из-за дождя. То, что вот из-за этой всей фигни. Но нет, она вылетает на этом странном мосте. Что? С чем это связано? Почему? Непонятно, на самом деле. Вообще, как эту проблему теперь решать? И что с ней делать? Есть, конечно, вариант. Я слышал то, что корабль Адмирала где-то находится отдельно от всех этих кораблей. И до него надо плыть. Могу попробовать сплавать. Обходя тот корабль. Вылетающий. Но не факт, что это будет работать. Так, запись перезапустишь. Опять-таки игра не вылетела. Блин, Петербалат, конечно, очень мильно плавает. Нырять не может. А то можем время ускорять. Да, много есть, конечно, кораблей. Интересно, а чем тут корабль так проклят? Почему на нем игра вылетает? Что тебе, корсан? Да ладно, я не до конца, кстати, понимаю, куда плыву и правильно плыву. А вообще, плыву нет, я с удовольствием могу плыть. Класс. Может мне на тот корабль зайти как-нибудь с другой стороны через воду? И тогда я не вылечу. Наивное, конечно, предположение. Да ладно, можно попробовать. А что, могу здесь проплыть, да? Я же не просто так могу и сплавать. Да, могу и сплупить. Где этот проклятый корабль? Вот этот вот? Да, вроде бы это он. А вот, кстати, корабль похожа этого адмирала, которому мне надо, да? Может, после того, как я посещу его, эта фигня перестанет вылетать на этом корабле? Точнее всего, это ничего не изменится. Я просто, если возможно, попытаюсь пройти здешние квесты и наступаю на проклятый корабль. Хотя, меня берут очень такие сильные сомнения на этот счет, мне кажется, если надо посетить все и вся. Питер Блат попит очень быстрее. Надеюсь, здесь я не буду вылетать. Давайте-ка я сохранюсь, кстати, на всякий. О. Еще поднялся? Да, я поднялся. Или я неправильно поднялся, если надо было подниматься. Ну, попасть на этот корабль. Я просто видел карту этого города потерянных кораблей и видел то, что корабль адмирала как-то обособлен от всех остальных кораблей. И он... Ну, за него две каких-то таких фигни лежат. Ну, это, по сути, часть кораблей. Говорили то, что ему надо плыть именно. Что на него нельзя забраться просто так. Да. Когда я не ступаю на тот корабль, все работает нормально. Как бы это странно не было. Ну, окей. Ну, видимо, там какой-то скрипт должен заработать, а скрипт не работает. И для тех людей, которые говорят, что, типа, совместимость надо ставить и так далее, у меня совместимость давно стоит. У меня совместимость стоит с Windows XPS P2 и игра запускается от имени администратора. Такое себе. Я могу здесь как-нибудь перейти? Пожалуйста. Какие-нибудь говорите, что нет. Я не могу забраться на этот корабль. Мысли вслух, мне когда дела ждут. Блин, это беда тогда. А чем я могу плавать, если меня все равно никуда не пускают? Именно с воды. У меня, кстати, появилась идея. Вы помните, когда я доплывал насюда, а на корабле в своем Азартане мне предлагали высадиться либо на северном порту, либо в южный. То есть с северного порта у меня путь один через таверну и через вот этот проклятый корабль, который вылетает. А если я высажусь на южном, по идее, я смогу его избежать? Такие себе, конечно, надежды, но вдруг это работает, реально. Как я плываю теперь? Марс стоит. Ну и что-то по плаву-то. Чисто в надежде, что найдут какой-то корабль, на который смогут забраться. Говорили, что кораблю и адмиралу надо плыть. То, что на него нельзя прийти таким прямым путем. То, что к нему не ведут никакие мосты, к нему надо именно плыть. Через сотни попыток, на самом деле, я сумел добраться до Сан-Августина, того самого корабля, на котором должен быть здешний адмирал. Но пока я забегал сюда в панике от того, что сейчас игра вылетит и нужно скорее сюда зайти, я заметил то, что сам адмирал находится на пахлубе. То есть он где-то там гуляет. И да, вот на его место похоже. Там карта лежит, меч лежит, пистолет лежит. Если так, конечно, игра будет вылетать и после встречи с адмиралом, то я не знаю, что делать. Уже в полном отчаянии. Мне надоели эти вылеты. Я сто раз, ну, утрирую, конечно, но я много-много раз вылетал. Пока дошел до сюда, я там каждый шаг сохранял. Шаг к делу, успеваю сохраниться и игра вылетает. Сейчас выйду, наверное, тоже. Давайте-ка по этому запись перезапущу. Запись тоже. Протачься, на самом деле, когда вылетаешь. Вот адмирал. Заваливай, я не в настроении трепаться. Нет, это не адмирал, это какой-то Рауль Круз. Ха, новый гражданин. Полагаю, что штурм не помешает нам познакомиться. Я Рауль Круз, стою в здешней милиции. Приветствую, меня зовут Петр Булат. А что это за милиция? Милиция обеспечивает порядок и соблюдение закона граждан города. Понятно. А где отбирал-то? Вот та зона с теми кораблями, там что-то проклято. Поменьше суй свой нос в чужие дела. Целее будешь. Вот и ты. Слушай, он мне сразу угрозу посылает. А это хорошо, что ты сам пришел ко мне. Не люблю, когда от меня бегают. Но еще в такой шторм. Ни от кого бегать не намерят. Меня зовут Петр Булат. Очень хорошо, приятель. Просто замечательно. А меня зовут Чад Капор. Я адмирал этого города потерянного кораблей. Ха, а я слышал о тебе. Ты тот самый пиратский капитан, что вышел за призом на ужасе Мэйна. И пропал. Так, вот куда-то задевался. Да, по мне здесь еще помнят в Карибском море. Видишь, как получается. Два дня мы гнались за испанским галеоном. А в ту ночь, на третьи сутки, оказались здесь. Дял, вся моя команда пошла ко дну. А выбраться смогли только я, Уоркман и Фора. К сожалению. По правде сказать, дерьмо было команда тогда. Так что можно и не говорить особо. Тем более, что дело прошлое. Ну, сейчас мы не об этом. Говори, что нужно. Я внимательно слушаю Чад. Значит так. С этого момента, как ты влез с моря на палубу нашего острова, ты стал гражданином города. И теперь обязан подчиниться его закону. То есть понятно? Вполне. И что за закон? Как с ним можно знакомиться? Знаком... С законом знакомлю я. А в данный... Что? С законом знакомлю тебя я. В данный конкретный момент. На скрижалях он не выбит. Так как с камнем у нас напряженка. Ха-ха. А закон по сути своей заключается в следующих пунктах. Все граждане гордо потерянных кораблей имеют право на жизнь. А это право обеспечивает гарнизон милиции, который находится в распоряжении адмирала. То есть в моем распоряжении. Кстати, а ты не хочешь записаться в милицию? Так, посмотрим. Сначала нужно обжиться. Как-то устроиться здесь. Потом уже решать такие вопросы. Ты по виду парень не слабый. Кем был в большом мире? Ну так знаешь ли. Странствовал. Был свободным капитаном. Таким же, как и ты, в общем. Понятно. Но сейчас, собственно, мне до этого дела нет. Будь ты до попадения сюда испанцем или французом, ангелом или чертом лысым, здесь все равны. А это ты, походу, черт лысый, да? Теперь ты стал гражданином города. С своими правилами. Важнейшим из которых является право на жизнь. Эх, как завернул. Да, неплохо. Всеобщая справедливость. Кстати, в Карибском море ходят слухи о каком-то острой справедливости. Полагаю, что это и есть ваш город. Нет, этого не может быть. Путь отсюда заказан. Ну, продолжим. Итак, с правами все... А, с правами все. Теперь это их обязанности. Первое. Ты не можешь покушаться на жизнь граждан города. Если ты убьешь кого-то, то тебя убью я. Это ясно? Э, ясно. Но тебе на самом деле придется постараться, чтобы убить бутерброд. Небольшой нюанс. У нас тут в городе есть два сообщества. Так называемые кланы. Нарвал и Каспель. В общем, там собрались люди, которым жизнь добропорядочного человека, что козь в горле. Мы выделили два корабля в постоянное место дислокации. Это Барк Сан-Габриэль и Галеон Валаска. Корабли эти стоят на аршиве. Поэтому кланы жизни города не мешают. Так вот, заходить внутрь этих кораблей гражданам не стоит. Опасно для жизни. Внутренние помещения данных судов переданы в собственность кладов. И на этой территории у них действуют свои законы. Поэтому не лезь туда или пеняй на себя. Понятно? Понятно. Пойдем дальше. Второе. Запрещается строить корабли, плоты и прочие плавающие средства. А выбраться отсюда все равно невозможно. А разрушать город нельзя. И это понятно. Третье. За воросток в городе полагается смертная казнь. Из-за тебя застукают копающимся в чужом сундуке, ты автоматически решаешься гражданство и становишься вне закона. А это значит, что права на жизнь у тебя больше нет. Звучит заманчиво. Ну что ж, это ясно. Что дальше? Ну и четвертое. Все материальные средства, которые попали в город, принадлежат городу. Ха, а вот по этому пункту поподробнее, пожалуйста. Ха, ну что ж тут понятно. Вот, к примеру, ты, как физическое лицо попал в город. Заметь, сразу стал его гражданином. А вот твое имущество, как материальные средства, становится собственностью города. Так что все твое теперь наше общее. Погоди, я с таким раскладом не согласен. Вот чудак, человек. Твое согласие не требуется. Просто забираем и все. Но у меня есть здесь и хорошая новость. Теперь, как полноправного гражданина города, полагается одна пятьдесятая часть. От моего же имущества. Именно. Ну вот, ты начинаешь понимать. Вообще-то тебе все одно это бароход ни к чему. А нам всем приятно будет. Мне все это очень сильно не нравится. Не ты первый приятель, кому это не нравится. Но только уж поверь мне, все это в твоих интересах. Чем быстрее ты избавишься... А... Чем быстрее ты избавишься всего того, что тебя связывает с большим миром, тем быстрее ты вольешься в нашу размеренную жизнь. Господи, хуй в фразочке. А так можешь сойти с ума. Такое бывает. И скажу я тебе, с такими мы не церемонимся. Груст на шею и на дно. Да, уж справедливость так и прет. За хамство я лишаю тебя оружия. Да и вообще карманы твои почище. И имей в виду, что в следующий раз, если ты мне не понравишься, я тебя просто прикончил. Мда, ну что ж, придется мириться. Похоже, у меня нет другого выхода. Это верно. И советую тебе его искать. Это запрещено законом. Я понимаю. Ну это отлично. А теперь ты свободен. Теперь можешь перемещаться по городу как угодно. Делай что хочешь, наслаждайся жизнью в городе. Я не постараюсь сейчас. Получили предмет? Блин, чувак, у вас еще какое-то правило? Вступать на те два корабля. На них игра влетает. Что меня оставили, кстати? Блин, у меня не забрали это лекарство от мигрени. Я так надеялся, что меня заберут эти долбаные лекарства от мигрени. А, из этого журнала Ричард и Солденса оставили. Что еще расскажешь? Поменьше суй свой нос в чужие дела. Целее будешь. Когда я не успел резиденции, то в принципе не прочь поговорить. Что ты хотел? Ну вот так просто хотел узнать, все ли в порядке в городе. Да, все хорошо. Я рад, что тебя так живо заботит наш город. Хороший, господин. Рад стараться, адмирал. И требулат. В том месте я бы хотел был зарез на сам. Причем быстрее, тем лучше. Куда эта дорожка придет? Надеюсь, не кочередные были там. Давайте как-то перезагрузим еще записи. А, это просто на Марс. Тут пушка какая-то стоит. С чем вам тут пушка? Странные ребята. Интересно, дождь тут вообще когда-нибудь кончится, нет? Я боюсь возвращаться назад. Там же вылетают на этих кораблях. Я это запомнил. Можно будет запустить цех к нему туда, посмотреть, что у него там есть. Опа. Сундук. Нет нужного ключа. А тут все сундуки закрытые, я заметил. Ни одного открытого. А сундук, ключ от которого мне дали, я покупаю машину. Не особо, конечно, искал. Оставь меня в покое. Жан Бурди. Вижу нового гражданина города. Добро пожаловать. Как говори... А, как говорится. А на шторм уже можете не обращать внимания. Мое имя Жан Бурди. Я числюсь в местной полиции. Привет, я Петр Булат. Что за милиция? Милиция тут смотрит за всем происходящим. В общем, это власть в городе. Теперь ясно. Спасибо за разъяснение. Проваливай, я не в настроении трепаться. Хочу задать тебе вопрос. Слушай, дружище, а что это за остров? Этот остров называется городом потерянных кораблей. А теперь гражданин этого города. Понятно, еще вопрос данный. Не пробовал уплыть отсюда. Ты знаешь, здесь есть все, что я хотел получить от жизни. Зачем мне искать лучшие доли? Понятно все с тобой. Еще вопросы? Больше вопросов нет. В чем дело в городе беспорядке? Слушай, а еще одного человека? Не знаешь, где он сейчас? Кого ты ищешь? Да, в принципе, никого. Я не понимаю, о ком ты говоришь. А, мне нужно знать имя и фамилию этого человека. Спасибо больше, сам поищу. Выбор у тебя невелик. Или ты живешь по законам города, или отправляешься кормить рыб. Остать меня в покое. Так, давай-ка я вот тебя спрошу. Что это за остров такой? Это называется... Ну, у тебя что, такие же диалоги? Погоди-ка. У меня есть еще вопрос. Лучшие доли. Понятно. У этих милицаев одни и те же фразочки. Я не ступлю на этот мост. Даже не думайте. По крайней мере, пока. Пока я могу ее сыграть, пока я могу ее исследовать и не вылетать при этом. Вот нужные ключи. Не так-то уж просто, но на самом деле воровать. И читая то, что везде требуются ключи. А ты кто такой? Погоди-ка. Слушай, отстань от меня. Джон Уоркман. Так вы и есть единственный спавшийся с последнего корабля в этом шторме? Ну что ж, добро пожаловать в город. Меня зовут Джон Уоркман. Я работаю в милиции. Я Петерблод, что за милиция? Понятно. Гаваливать, я не в настроении трепаться. Ой, как у тебя голос изменился быстро. Ну, бросаться отсюда. Все, что у него есть. Походу, он набирает в милицию только тех, кто доволен абсолютно всем. Надо найти здешнюю оппозицию и сделать переворот. Я здесь буду либо главарем, либо я не буду здесь жить. Какие-то такие правила. По крайней мере, у Петра Буллада. В лице ГПК. А-а-а. Кровать. Как обычно не сгнило, во-первых, этот город, а, видимо, он не так тоже давно. А-а-а-вторых, почему он никуда не уносит течение. Нужно отключить несколько из этих сундуков. Так, вот тут я был. Куда вот этот выход? Чтобы мы следовались в корабли. А, понятно. Вот, выход. А ты кто такой? Тоже поваливай. Я не в настроении трепаться. Угу. Жарар Форре. И у них у всех одинаковые фразочки. А, понятно. Нет, нужно на ключах. Ты спроси, что это за звук такой. Улица, улица. Ну, там я был. Что у нас тут? Пушечная палуба. Интересно, есть здесь хоть один сундук, который я могу открыть? Мне, конечно, локация-то очень нравится. По крайней мере, пока. Если бы он не вылетал, было бы, конечно, гораздо лучше. Блин. Оставь меня в покое. Угу. Ну, гражданин. Внешняя полиция. Да с вами общаться нет смысла, общаясь с полицаями. Улицы ГПК. И, по-моему, 50 здесь, на этих кораблях живут людей. 50 гражданинов, по крайней мере. Ну, плюс, есть два клона. Ай, куда отребуешь? Водичка. Ну, тут какие-то орифы, походу. На орифах, походу. Сюда же травка какая-то растет. А чем они вообще питаются на этих островах? Здесь же земли толком нет. Они ничего выращивать не могут. Ну, хотя, если рыба, наверное, рыба будет. Единственное, чем они будут пропитаться. Полиция? Что тебе от меня нужно? Где-то преступление? Да, мне это ничего не было. Да, это полиция опять. Сюда, по-моему, заходил. Улица КПК. Или я здесь был, по-моему, или не было? Здесь, по-моему, тоже было. Просто, где он не поднимался по этой лестнице? Картина, ковры, все прибрал-то, глянь. Там сундук какой-то стоит. Видимо, я тоже они смогут открыть. Не отключают, а куда выход? А, накорму корабля. Ой-ой-ой, я упал, и сейчас я не смогу вернуться, да? Да, я могу спрыгнуть за эту воду, и это плохая идея. Ладно, давайте-ка я загружу себе. Тут сохранение было. Блин, куда я вышел-то? Короче, нету смысла есть что-то ловить на этом корабле, этого адмирала. Здесь нет, по-моему, ни квестов, ничего. Надо общаться с другими жителями города. Проблема только в том, что, чтобы выйти к другим жителям города, мне придется пройти по этому мосту вылетов. И, возможно, даже многие квесты именно на этом мосте вылетят. Что же, господа, ситуация какая-то такая. Петерблат на острове потерянных кораблей. Он никак не может отсюда выбраться. А если он пойдет путешествовать по этому острову, и пойдет, например, по этому мосту, выйдет на тот корабль или на соседний с ним корабль, то он обязательно вылетит. Да, как-то так. Я не знаю, с чем это связано. С чем связаны эти вылеты? Говорили то, что в ГПК именно на этом острове игра должна вылетать из-за дождя. То, что все связано с ним. Но нет, дождь, по-моему, здесь никак не влияет. И отключить, к тому же, я его не смог. Не знаю пока реально, что дальше делать, как с этим быть, как с этим действовать. Я думаю, пока прохождение будет перестановлено, потому что не вижу дальнейшего пути прохождения. Будут решения проблемы, продолжу проходить. А так пока непонятно, скажем так. Ладно, в любом случае, сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. С вами, как обычно, был Кейн. Всем удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»!